Всем привет! 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 С вами канал Maros Life и в сегодняшнем выпуске говорим о школе в Чехии. Сегодня будут ответы на вопросы о школе, которые вы задавали ранее в нашем посту, который публиковался на нашем YouTube-канале. Поэтому усаживаемся поудобнее, заряжаем это видео лайками. Мы начинаем! Итак, первый вопрос от нашего подписчика. Выбор школ. Сколько школ в нашем городе? В нашем городе три школы. Да. Ты в какой, Марьян, учишься в школе? В последней, в третьей. В последней, в третьей школе. Эта школа одна из самых новых, считается здесь в Чехии, конкретно в нашем городе. В школе больше 20 лет, и это считается как новая школа. По сравнению с другими, которые тут уже по 50 лет, поэтому это новое. Следующий вопрос. Как договорились с директором, что происходило на встрече с ним? Ну, с директором они встречались, созванивались, потому что был карантин. Звонили где-то месяца за три до того, как мы собирались забирать Марьяну с Украины. По телефону нам она сказала документы, которые мы должны собрать в Украине, и которые должны принести сюда на собеседование. Добавлю, друзья, кто не видел видео о документах, можете посмотреть вот на эту ссылочку, которая сейчас появилась на экране. Поэтому переходите, не стесняйтесь, ознакомливайтесь, делайте все для того, чтобы вы могли знать, как поступать в том или ином случае. Итак, следующий вопрос. Какие вопросы были родителям, и были ли вопросы какие-то ребенку? Не было. Не было. Спросили у нас только откуда мы, кто мы, что мы. Мы больше задавали вопросы, спрашивали, что нам нужно из документов. Но как бы ничего такого директора нас не спрашивал. Единственное, что знает ребенок чешский язык или не знает, в каком классе, сколько лет. Ну, такие подробности. Стандартные вопросы, стандартная процедура. У ребенка не спрашивали ничего, потому что ребенок не общался с директором. Общение было только уже, когда мы приехали сюда в школу, и общение было не с директором, а с учительницей, с классным руководителем. И с учителем первого класса она является, наверное, также то ли каким-то психологом, то ли учителем, который ведет дополнительные уроки по чешскому языку. Ну, еще стоит добавить, наверное, о экзамене, да? Ты такой, скучка. Ну, если был вопрос, как мы проходили собеседование, да, проходили, пришли сдавать документы, заполнять документы, которые требует школа. И, соответственно, параллельно ребенок сдавал тесты. Что было, какие были у тебя вопросы на тестах? Ну, примеры всякие на таблицу умножения, на плюс-минус. Примеры плюс-минус были, да? Да. Задачки были. Сложный был тест Марьяш вообще? Вообще не сложный. Это для первого класса какой-то. Да. Попросили почитать по-чешски немножко. Да. Попросили ее там выбрать имена, она называла имена, Марьяна показывала, дети имена написаны. Ну, в общем, такой не очень сложный тест. И получается, что на уровне ребенка, там, ну, то есть Марьяне 8 лет, вот она на уровне ребенка 8 лет проходила тест. Сначала детей отбирают, принимают в школу, первоначально там, где вы живете, по прописке. То есть, если бы мы были не прописаны, то вряд ли бы мы попали в эту школу. А так как наша школа находится за углом нашего дома и попадает в этот список, то мы успешно нас приняли без всяких проблем. Если вы не по прописке, то проблемы, но я так думаю, что будет тяжеловато попасть не по прописке. Какие-то будут определенные договоренности, и если есть место, а как всегда, как правило, никогда нет места в школе, то, конечно, желательно подбирать. Мы подбирали и квартиру возле школы, чтобы не было проблем потом с этим. Переходим к следующему вопросу. Нужно ли возвращаться на год назад при поступлении в чешскую школу, если вы из другой страны? Нужно. Возвращаться нужно, и информации миллион было прочитано, и 90% детей берут на год назад, так как ребенок не знает языка, ему немножко за год этот подтягивает язык. И потом он дальше как бы либо переводит в следующий класс, либо он просто на год назад отстает. Но в нашем случае попалась такая школа, или директор, или учитель, я не знаю, от чего это зависит, что нас не перевели во второй класс, мы должны были идти в третий и пошли в третий. Хотя язык, мы сразу сказали, язык ноль, никто не занимался с ней, никаких уроков не было, курсов не было, ребенок не знает чешский вообще. Но, тем не менее, пришли на собеседование, и нам уже сказали, что вы идете в третий класс. Но так нам повезло. Дали ли вашему ребенку дополнительного учителя по чешскому языку? Да. Расскажи, как твои уроки проходят. Наши уроки с учителем проходят очень классно. Я пришла на первый урок, и мы сначала учили по всяким бумажкам. Вырезали, и что-то смотрели, читали, и запоминала я. Теперь нам дали вот такое, вот такое. Нам, это тебе, ты одна занимаешься, она сама занимается с учительницей, индивидуально, ходит на 7 часов утра, на первый нулевой урок называется это. Три часа в неделю у нее дополнительный чешский язык, понедельник, среда, пятница. Мы ходим на 7 утра, до 8 у нее занятия с учительницей. Учительница, наша классная руководительница занимается с ней. Книжка, обычные элементарные вещи учат. Это класс, это мама, папа, это мой класс, моя учительница. И вот пишет, это класс, это спортзал, это все на чешском, чтобы ребенок понимал, что это вообще значит. Книжка называется «Новый жак, цезинец в метриде». То есть в моем классе иностранец. Поэтому иностранцы знакомят с тем, что вокруг него. Переходим к следующему вопросу. Сколько раз питания у ребенка в школе? Один раз. Один раз питания после уроков. Как правило, это где-то питание, то есть столовка открывается где-то после четвертого урока. И можешь там в течение часа, в любой момент, там просто есть у детей перерыв определенный. Ты можешь прийти, покушать, заказать еду по такому вот чипу. У детей есть чип. Родители заказывают на него еду, оплачивают ее онлайн. Она приходит в столовую, отпикивает, и там появляется у работника столовая еда, которую она заказала. Она забирает и садится в столовой кушает. Марьяна у нас не кушает, потому что она не ходит на продленку. Она после уроков сразу идет домой, берет с собой ланчбокс. Дети все в классе, все в классе кушают с ланчбоксом. Да, все кушают с ланчбокса. Все берут с собой еду, снеки, все такое. Это нормальная практика. Кто остается на продленку, тот идет кушать и идет на дружину. Другой класс, на дополнительные уроки. Дружина – это группа продленного дня. Начинается с 7 утра. То есть, если родитель идет на работу, то может отвезти ребенка на 7 утра и забрать. В 5 часов вечера. Это называется дружина. Дополнительно оплачивается. В нашей школе это стоит 1000 крон на полгода. Дружины не играются в основном. Да, просто играются. Занимаются такими-то всякими. Чем вы занимаетесь? Ну, мы рисуем, играемся, что хотим берем. Но учитель с вами не присутствует? Конечно, там присутствует учитель. Ты заходишь в кабинет, тебя записывают, что ты есть, пришел и... И можешь играться с детками. Да, и могу играться с детками. Кто-то может учиться, кто-то может играться. Кто что хочет, то и делает. Да. Главное – присутствие учителя. И еще дружина есть посреди обычных уроков. Да. Когда у тебя дружина есть? В среду и в четверг. То есть посреди уроков, там, четвертым или пятым уроком делают час отдыха. Так можно назвать. Еще что хочется добавить по вот этой карточке. Наряжек, покажи. Это является карточка пропуском в школу. Родители в школу не заходят, родители в школу не пускают. Да, родители в школу не пускают. Даже если ребенок в первом классе, ребенка нужно подготовить немножко к самообслуживанию. Раздеваться, снимать курточку, раздевать штаны, переобувать носки, завязывать шнурки. Ребенок должен все уметь очень хорошо, потому что даже в раздевалку маму не запустят, как у нас это принято. Родители ходят, помогают, несут рюкзаки. И этого здесь нет. Максимум до школы. На порог и все. И они заходят сами в раздевалку. В каждом классе есть раздевалка отдельная. Там хранятся вещи. И они приходят, все сами делают. И у каждого есть сменная обувь, да? Да, у каждого. Как в садик, вот у них, так и в школу. Так, ну как раз плавненько переходим к урокам. И сейчас первый вопрос по урокам. Когда начинаются и заканчиваются уроки? Уроки начинаются в 7 утра. Это начинается нулевой урок. Это когда мы ходим на дополнительный чешский язык. Понедельник, среда, пятница с 7 до 12.35. 5 уроков, 6 урока получается с нулевым. А во вторник у нее урок с 8 до также пол первого. В четверг уроки начинаются в 8, заканчиваются в пол третьего. Это считается длинный день. И получается у них длинный перерыв. И еще два урока после этого. До пол третьего. Есть у нас вот такой вот дневник. Здесь написано часы. Написаны здесь каникулы, когда начинаются. Написан адрес школы, телефоны, описание уроков. Вот выглядит так примерно все это, все, что у нас записано в дневнике. Это все пишут дети сами. Дети сами заполняют домашние задания. И внизу пишет учительница некоторые там заметки. Вот, например, такого плана. Какие предметы изучают в третьем классе? У нас есть чешский язык, математика. Это уроки, которые идут каждый день, 5 дней в неделю. Да. Физкультура. Расскажи про физкультуру более подробно. В среду мы на физкультуре идем кататься на коньках. Каждый должен иметь свою пару коньков. Что еще нужно? Нужен шлем. Обязательно шлем. Обязательно шлем надо. Защитный шлем можно как с велосипеда, так и для хоккея. Там для чего хотите, тоже можно это все покупать отдельно. Ну, так как все ездят на самокате в шлеме, на велосипеде в шлеме, на роликах в шлеме, то шлемы для них это, само собой, полагающий предмет безопасности. У чехов есть у каждого этот шлем. Это не как у нас было в новинку. Еще нужны перчатки. Обязательно тоже. Там холодно на катке. Ну, нужны какие-то вещи, например, там, типа, лыжные штаны непромыкающие, и кофту, курточку. Курточка и все. Какие еще уроки у тебя есть? Физкультура обычная. Обычная. Как и в Украине. Куда вы ходите на физкультуру? Мы ходим в теплое время на улицу заниматься, на стадион. В холодное время, когда снег, дождь, тогда мы занимаемся в спортзале. Так. У нас есть два спортзала. Так. Какие еще уроки у тебя есть? У меня еще есть урок труда. Что вы делаете на трудах? Мы что-то вырезаем, рисуем, что-то лепим. Еще есть урок, называется «Вытворно-выхова». Такое же точно все происходит. Это рисуем, вырезаем, лепим, чертим и все такое. Есть еще музыка. Есть еще музыка. На музыке что вы делаете? На музыке мы поем. Когда у нас была музыка, то учительница играла нам вживую. На гитаре. Вот так. И все. И мы его пели. Смотрели в книжку и пели. Мы учимся на музыкальных инструментах играть. Какое еще есть? Еще у нас есть английский язык. Английский язык. Покажи книжечку, которая у тебя есть. У меня вот такая. Английский язык дети в Чехии учат с третьего класса. Очень странно, конечно. Раскрой книжечку, покажи, какой он красивый. Но она очень интересная. Ну, наверное, у каждой школы по-разному, так как и в Украине. Каждый подбирает себе обучение по-разному. Каждый учитель индивидуально заказывает книжки. Какие еще? У нас еще есть геометрия. Еще есть подволка. Это как природоведение, ядоследживающий вид. Мы учим знаки дорожные. И дети его на раз-два. Очень хорошо дети знают, ориентируются в дорожных знаках, так как очень часто ездят на велосипедах с родителями. Но Марьяна не знает, поэтому учит. Пока на нулевом уровне. Ну, не на нулевом, но для меня было удивление немножко. Очень правильные вещи дети здесь учат. Очень правильно, как идти, переходить дорогу, в каком они городе живут, что вокруг школы, как они набираются до школы. Какая нагрузка по предметам? Слабенькая нагрузка. Слабенькая, да. Если сравнивать с школой в Украине. В Украине много задавали домашнего задания. Очень-очень много задавали. Здесь не задают практически ничего. Да, нам задают то математику, то чешский язык. И очень маленькие задания. Да, но еще, если вы ходите на дополнительный чешский, то вам задают. Ну, соответственно, учишь чешский. А поделись своим опытом, как ты учила стишок. Это было для всех чехов в школе удивление большое. И когда я рассказала стих, то мне все хлопали вот так. Все. Ну, нормально училась эти стихи, да, не слишком сложно? Не слишком, могу рассказать. А, ну давай, расскажи. Дивейся галатати, зачина по дивана, по волці акробати, на п'ялю в лесу лана. Шпилгай по ягличи, високо подоблогов. О, то синтет свечи, где шмай осу многов. О, супер. Молодец. Следующий вопрос. Какой уровень математики в третьем классе по сравнению с Украиной? Одинаковый, но дети плохо знают таблицу умножения. Я хорошо знаю таблицу умножения, я ее повторяла. И сейчас мы ее тоже повторяем, и дети очень долго ее решают. Ну, вообще сейчас первый месяц, это как бы повторение второго класса по всем предметам. Потому что, по рассказам Арианы, они даже занимаются в тетрадках со второго класса. То есть, они сейчас проходят повторение. Поэтому сказать, какая нагрузка, непонятно. Потому что есть информация, там, знаю девочку, которой дочка учится в пятом или шестом классе. Нагрузка нормальная. Там уже, как бы, не самые легкие задания. Поэтому посмотрим, как будет дальше нагрузка. Сейчас это повторение, нагрузки нет. Первые две недели уроков не было вообще. Сейчас какие-то там пару раз в неделю какие-то уроки задают. С какого класса начинаются экзамены? Я не знаю, этот вопрос абсолютно не вникало. Какие экзамены, экзамены для чего? Для поступления в среднюю школу или какие экзамены? Пока до пятого класса никаких экзаменов не будет. Единственный экзамен, который будет звать Марьяна, это чешский язык, который она будет сейчас учить с учительницей. Три часа в неделю дополнительные. Она будет по нему сдавать экзамен. Ну, не сказать, что это будет прямо экзамен, но будет какая-то схузка с учителем или с директором, или с кем-то еще, которые будут принимать знания чешского языка. А так по экзаменам, я не знаю, о каком экзамене идет речь. Вопрос Марьяне. Как отнеслись учитель и детки к иностранцу в классе? Очень хорошо. Когда я в первый раз пришла в школу, то учительница была очень рада, что я... Что я пришла. Будет учиться в ее классе иностранная девочка. Марьяш, сколько в классе твоих учеников? 25. А сколько иностранцев? Только один, это я. Как к тебе детки в классе относятся? Они отнеслись ко мне очень хорошо. Сначала, когда я в класс пришла, они не понимали, кто это за девочка, что это за новенькая. И на второй день уже я пришла в школу, девочки уже... Ой, привет, привет, что там... Познакомились, в общем, с тобой, да? Да, познакомились со мной и все отлично. Не побоялись подойти, да, сами завели разговоры. Дети здесь дружелюбные и всегда идут на контакт, как ни странно. Нету никакой травли. Не дерется. Не дерется, не задирается. Нету, там, не тыкают пальцем на тебя. Все очень даже хорошо. Дети приветливые, культурные. Ну, есть, конечно, и балованные дети, не без этого. Ну, в общем, впечатление хорошее о чешских детках. Интересное. Итак, переходим к финансовой части нашего видео. Сколько нужно платить в школе каждый месяц? Каждый месяц ценника нет. Никакого. Единственное, что мы заплатили за тетради. Сразу нам сказала учительница, тетради они покупают. Тетради в основном вот такого плана. Все заполненные ты поставляешь свои ответы. Тетради эти стоят 570 крон. Это было 6 или 7 тетрадей такой толщины. Вот они такие вот. Не маленькие, в общем, тетрадки. И вот такого плана, как английский. Вот это все мы покупали за свой счет. То есть 570 крон изначально. Потом давали 100 крон на эти бруслыни, на коньки. И опять же, бруслыни это не в каждой школе. Это в нашей, только по нашему городу. Потому что школа находится прямо рядом возле этого катка. Поэтому мы ходим туда. Дальше мы сдавали 110 крон на потребы, как так скажем, как у нас называется. Это дополнительные зошиты, салфетки, там санитайзер, мыло. Ну и все такое вот. Все эти вещи. И все. Больше мы ничего не сдавали. И приносили мы два рулона бумажных полотенец сами. Ну, как бы никаких дополнительных, обязательных сборов нет. А еще покупали мы вот эту вот карту, которая дает еще помимо входа в школу. Это имеют все дети Чехии такую карточку. Она дает еще некоторые скидки. Ну, не некоторые, а очень много скидок на всевозможные интернет-магазины, на экскурсии по замкам чешским. А их здесь очень много. На проезд, транспорт, в общественном транспорте скидки. Ну, и в общем, дает очень много всяких бонусов. Она стоит 250 крон. Ну, и как самое главное, это вход в школу. Это система безопасности. Вот все, как бы, суммы, которые мы сдавали, больше ничего. И, ну, естественно, мы покупали, готовили в школу Марьяну. Очень много закупали всяких на вытворную выхову канцелярии. То есть краски, кисточки, пластины. Опять же, давали список, правильно? Давали список. Каждая школа дает список. Как правило, он там плюс-минус одинаковый. И ты по списку собираешь этот бокс. И собираешь все полностью, все, что там в списке написано. Все нужно из года в год оно переходит. Вот и на это тоже были такие, как бы, немаленькие затраты. Ну, половина у нас была, половину мы докупали. Какие у детей есть поездки дополнительные? И насколько они дорогие? Никаких поездок сейчас нету, потому что коронавирус, карантин, ничего нет вообще. Никаких прогулок, поездок, выхода, выезда, вылетов, ничего нет. Какие-то у них бывают летом неделя какого-то вылета на природу с учителем. Я об этом не знаю пока ничего и, ну, как бы, еще не угникала, потому что лет еще очень долго. И не знаю, как это все, что будет. Так, ну и последний вопрос уже, девочки уже подустали чуть-чуть. Платит ли государство на детей каждый месяц? Пример, как в Польше. Ну, не знаю, не платит нам никто сейчас. Единственная возможность какой-то оплаты – это вернуть налоги. Когда у тебя есть ребенок, и ты работаешь официально на работе, какая-то сумма собирается и возвращается тебе, твоим работодателям, на карточку. У них ежегодная система проходит в апреле или в марте месяце, и они возвращают налоги. Мария, может, ты хотела что-то рассказать еще, что-то интересненькое у тебя есть, такого, чего нет в украинской школе? У нас есть проектор. В каждом классе? В каждом классе вот висит над доской. Мы часто используем его на английском. И еще интересно, что в каждом классе магнитная доска. Вы пишете не мелом, а пишет маркером, и все стирается, да? Да, и все стирается. А класс больше или меньше у вас? Класс очень большой. Класс большой, и сзади, что есть сзади? Вот такой огромезный ковер, и там дети отдыхают. У нас есть всякие палочки, игры, там дети строят, играют и отдыхают. У них есть перемена 10 минут, есть перемена 20 минут между уроками. А в четверг есть час. Что еще интересного, как ты идешь в школу, скажи? Кто тебя переводит, встречает возле школы? На пешеходном переходе стоит полицейская тетя. И когда дети переходят, полицейский... Останавливает машину. Останавливает машину. Просто переходите дорогу, нормально. Спасибо, и все. Как тебе, понимаешь, ставят оценки учительницы? Какая у тебя система оценивания? У нас от одного до пяти. То есть один это сколько? Один это как пятерка в Украине. Пятерка это как у нас... Единичка вообще. Какие ты оценки получаешь? Одни единички. Единички, единички с минусом там иногда бывают, но это тоже хорошо. Да, еще интересно, в школе в Чешской у нас было онлайн родительское собрание. Есть программа, добавляет туда учительница всех родителей. И получается, как типа типу зума, все родители в чате в этом включают видео, учительница обещает, обсуждает вопросы насущные. И все родители там задают свои вопросы, там отвечают, задают тоже вопросы, слушают. Ну, в общем, идет коммуникация онлайн. Никаких посещений в школе сейчас нет. А до этого, до карантина, было родительское собрание в школе. Еще интересно есть, ну, так же, как и в Украине, наверное, это тоже онлайн обучение. Но тут, помимо еще этого, идет у них онлайн оценивание детей. То есть у них нету, как правило, ну, дневник есть письменный, там дети записывают домашнее задание. Но оценивание идет, как правило, в интернете. Учительница ставит в табеле оценки. Там можешь зайти посмотреть эти оценки у каждого родителя, свой ход. И еще интересное там есть, когда ты там болеешь или отсутствуешь, ты пишешь млуманку, то есть объяснительную записку. Также онлайн отсылаешь учителю. То есть все, коммуникации идут онлайн. Как мы общаемся с учительницей? По телефону, по имейлу, смс-кам. То есть вообще никакого контакта с учителями нет. То есть все в этой программе, все онлайн. Учительница очень постоянно ведет часто эту программу. То есть учителя чуть-чуть в цифровом мире таком валятся. Как бы все, даже мне было тяжело это все освоить, как бы непривычно. Заходишь в кучу программ, везде надо зайти, почитать вопросы. Практически каждый день, я получаю со школы какие-то письма. То где-то ремонт дорог, то где-то надо там, когда были маски. Они, кстати, в масках дети ходят по коридорам, заходят в школу, в раздевалку. Но в классе сидят без масок. То есть письма постоянно, какие-то школы предупреждающие присылают. Чехия в этом плане немножко выше. Это мы берем среднестатическую школу, не в Рубки, это навороченные. Киевские или Харьковские школы, наверное, где это все уже есть. Это мы живем в обычном селе, так скажем, чешском. И здесь такой уровень обучения, в котором даже в обычном нашем городе еще такого, наверное, нет. Ну что, друзья, вот такой вот эксперимент с вашими вопросами. Надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы. У кого, если что-то осталось, еще можете задавать, пожалуйста, в комментариях. Делитесь этим видео со всеми вашими друзьями, знакомыми, кому интересен вопрос школы в Чехии и не только. Ну а мы увидимся с вами уже в следующих выпусках. Всем удачи, до свидания, пока-пока.